Знание основ веры имеет фундаментальное значение для каждого православного христианина. Это обуславливается, во-первых, тем, что не может человек верить в то, о чем он не знает. Во-вторых, вера каждого члена церкви должна быть осмысленной, в том числе и для того, чтобы, по слову апостола, быть нам всегда готовыми всякому, требующему у нас отчету в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Именно поэтому в воскресной школе необходимо преподавание катехизиса, который содержит в себе основы православной веры. Изучайте в воскресной школе катехизис. На уроках основ православной веры и правоведения мы будем изучать, как верить, почитать Бога, как относиться к окружающему миру и к людям, и как жить свято. Все это нам необходимо для достижения главной цели православного христианина. Это спасение нашей вселенной души. Изучайте, что мы видим, и основу православной веры в ваших отчетных школах. Со времени основания нашего мира Господом он постоянно меняется. Есть православная вера и изменная истина, которую нам заповедовал изучать сам Господь Бог. Священное Писание, которое мы с вами изучаем в воскресной школе, можно изучать интересно и познавательно через изучение священной истории Ветхого и Нового Завета. Изучайте священную историю в воскресных школах. Изучение церковной истории очень важно для нас и для нашего молодого поколения. Ведь если мы не будем знать свою историю, то тогда мы не будем знать своих корней. И у нас, по сути, нет будущего. Ведь история — это тот предмет, который даёт нам возможность заглянуть на тысячи лет назад и посмотреть, как в тот или иной период церковь развивалась в тот момент, и какие были скорби, какие были радостные моменты в истории нашей церкви. Поэтому этот предмет будет очень познавательным для нашей молодёжи и для взрослых, конечно же. Изучайте в воскресной школе предмет церковной истории. Почему нужно изучать церковно-славянский язык в воскресной школе? На богослужении, которое, кстати, идёт на церковно-славянском языке, дети должны присутствовать не только телом, но и душой. Понимать, о чём идут молитвы, псалмы, песнопения. А самое главное, о чём читают Святое Евангелие. И здесь на помощь приходит именно церковно-славянский язык. Его можно изучать не только по книгам, но и интересно. Например, лепить церковно-славянские буквицы. Изучайте в воскресной школе церковно-славянский язык. Важно познакомить детей в раннем возрасте с основами закона Божьего. А главное это сделать не скучно, а интересно. В этом нам помогают наши помощники из кукольного спектакля. И наша молодёжь. Важность изучения церковного пения в воскресной школе заключается в том, чтобы правильно научиться петь. И пением своим прославлять Господа. Изучайте церковное пение в воскресной школе. А нужно ли творчество в воскресной школе? Конечно. Ведь Бог творец. И мы должны тоже творить. Ведь на наших уроках мы можем познакомить ребят с новыми материалами, с новыми техниками. А ещё наши ребята работают ручками. А это мелкая моторика. И это тоже очень полезно для развития ребят. И выполняя наши работы, наши тематические работы, мы можем повторять то, что услышали на уроках. Поэтому я предлагаю вам творить. Занимайтесь творчеством в воскресных школах. Нужен ли факультатив английского языка в воскресной школе? Вы слышали о факультативе творчества. И, конечно, я считаю, что очень нужен и английского языка. Потому что английский язык стал очень сейчас распространён. И многие дети имеют друзей за рубежом. и они должны научиться славить Господа на разных языках, в том числе и на английском. Изучайте английский язык в воскресной школе и славьте Господа на разных языках. Открывайте! Воскресную школу Посещайте Воскресную школу Поддерживайте Воскресную школу Любите Воскресную школу И не забывайте, что с нами Бог Воскресная школа рядом